партнер фонда стратегического управления Management Development Group Incorporated, то есть человек, который занимается строительством, а строительство тоже под очень мощными санкциями, которых там уже больше 6 тысяч, которым Запад сейчас ударил по российской экономике. Здравствуйте, Дмитрий, рада вас видеть. Знаем, что вы еще активную блогерскую деятельность ведете. Вот если можно, просто разъясните. Есть сейчас два сторонника того, что происходит в России с точки зрения экономики. Кто-то кричат, что ура, импортозамещение, и кто-то говорит о том, что экономике хана. Объясните вашу позицию и почему. Ну, и не ура, и не хана. Это с этого надо начать, потому что, если мы говорим о так называемых санкциях, ну, это имитация бурной деятельности, потому что санкции, которые рисуются 6, 10, 20, 128 пакеты, это не направлено на какую-то мифологическую Россию, которую сами себе чиновники Евросоюза придумали. У нас, надо сказать, чиновники Евросоюза и чиновники Российской Федерации одинаково. Одни придумали в Россию, в которой все хорошо, а другие, в которой есть некие гражданские свободы по обществу и все остальное. Поэтому, по поводу импортозамещения, импортозамещение – это вопрос технологический, а не вопрос ухода или прихода компаний. И, конечно, импортозамещение будет происходить в крайне ограниченном масштабе. Собственно говоря, за последние 8 лет импортозамещение произошло, в первую очередь, в сельском хозяйстве, оно произошло на порядка 4-6%. В первую очередь, что будет происходить с экономикой, это будет происходить ее архаизация. Голду это не приведет к тому, что кто-то там будет жрать траву. Экономика России, она просто огромная. Как бы кому-то не хотелось, это как боржа, которая поворачивает в любом случае, крайне медленно, в любую сторону, в какой бы вы ее не разворачивали. Так что, как это, истина даже не посередине, а в некой третьей точке. Слушайте, ну вы недавно делали очередной выпуск на YouTube, в котором говорили, что до бетонного пола еще не долетели, и, в принципе, в России формируется некая феодальная экономика. Можете объяснить для обывателя простым языком, это вот в чем будет выражаться? То есть... Она не формируется, а она сформирована. Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. И именно в этом есть проблема в том, что европейские чиновники изучают какую-то мифологическую Россию с инструментами управления, похожими на Европу. Поэтому, ну, бетонного пола не будет. Если, думаю, у кого-то есть иллюзия, что там это, ну, там расшибется в лепешку, нет, этого не будет, Евросоюз за эти более чем 100 дней так называемое СВО в Россию перегнал на секундочку 70 миллиардов долларов. И будет, как минимум, ближайшие 2-3 года перегонять, я как минимум, потому что я не очень уверю, что еврочиновники хоть сколь-нибудь примут какие-то меры для энергетической безопасности своих стран. Потому что за эти же 4 месяца не подписаны ни одного контракта на строительство новых ядерных станций, не подписаны контракты на расширение программы, соответственно, водородной энергетики. И это означает, что они, в общем-то, идут по логике, извините, очень жесткой, но и грубой. Это либо и шаг сдохнет, либо поди шаг сдохнет, либо условная Россия откажется от каких-то активных действий, либо Украина перестанет существовать. И вот они, попросту говоря, как в старом еврейском анекдоте, просто как это, если проблема, можно закрыть деньгами, это не проблема, а это расходы. Вот по этой логике они действуют. И проездом по ушам, что вот еще чуть-чуть, еще потерпите, и вот тогда-то мы вам чего-нибудь там допредоставим. А цифры говорят об обратном. 70 миллиардов пришло на расчетные счета в Российскую Федерацию. Что тут говорить? Турция, которая поставляет Байрактар, это уже тут же создает печать по абсорбации, соответственно, то бишь при создании авиакомпаний, где будут находиться самолеты, которые позволяют перевозить российских туристов. Поставки военных технологий из Германии, все остальные, Швеции, которые находятся в беспилотных модулях, все это все видят. Поэтому хочется сказать, Евросоюз на что рассчитывает. Давайте разберемся. Дмитрий, можно вопрос вам про нефть? Я знаю, что вы также этот вопрос обсуждали недавно в эфирах или в своих статьях. Вроде как, по разным данным, 180 миллиардов фигурирует сумма в год Россия зарабатывает с продажи нефти. В то же время, несмотря на санкции, даже если весь Европейский Союз на определенном этапе времени откажется, введет эмбарго, то там от 22 миллиардов до 40, по различным данным, Россия потеряет. Но параллельно цена на нефть растет в два раза, даже на некоторых пиках. Скажите, нефть вообще не поможет никак приостановить российский ВПК и как-то на него повлиять? Это мы просто обсуждаем воздух фактически? Или мы не видим просто дальше? Да, мы вообще обсуждаем воздух. Ни один из этих 7 тысяч санкций, 10, 20, 30, ни одна из них близко даже не влияет на ВПК. А что поможет? Где вот эта вот самая игла в яйце? На поле боя. В другом месте. Никогда ее не было, нет и не будет. Но даже то, что, например, Песков и другие представители власти говорят о том, что отмена санкций это одна из главных переговорных позиций, вы говорите о том, что Россия по боку эти санкции, но тем не менее это переговорная позиция. То это просто какая-то игра или все-таки это основа экономических каких-то... А, торговли, да? Это торговля. Слушайте, ну это знаете, как вот захватить в плен, а потом торговаться. Поэтому, ну, поверьте мне, что в правящей верхушке и черная икра и все остальное будет абсолютно в достатке, вне зависимости от того, что бы ни происходило. Кофа будет, чай, поездки по дипломатическим паспортам в те же европейские страны. Поэтому, ну, как-то... Так, если по ВПК не ударит, но просто по эко-карману среднестатистического гражданина России, ну, он-то ударит, ну, это же очевидные вещи для вас, как бизнесмена. И что? Ну, вот. Мы ведем к тому, что все-таки консюмеризм и пустой холодильник должен привести к каким-то площадям и протестам хотя бы. О, или нет? Ну, на данном этапе. Смотрите. Ну, давайте так. Джентльмены, еще раз говорю. Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантом. Какие площади протеста? Выйти на 15 лет, что ли? Ну, вы о чем говорите? Те люди-герои, которые выходят просто на улицу с пустыми бумажками, получающие 15 лет? Это кто? Ну, давайте мы честно будем. А кто позаботится о них и их детях? Вы чего? Под что людей-то хотите подтолкнуть? Чтобы они просто тупо, что называется, потеряли семьи и все остальное? Этого уже нет десятилетиями. Давайте тогда будем переходить от идеологии конкретики. 9,5% учетная ставка, насколько я понимаю, Центробанком введена в последние дни в России. На что влияет или не влияет? Ну, это как это шаг необходимый, но недостаточный, потому что на сегодняшний день это, безусловно, удешевит потребительские кредиты и все остальное, но проблема Российской Федерации – это низкий платежеспособный спрос. И если говорить точно, это, конечно, идеально. Я рассчитывал, что, конечно, то есть вчера давал комментарий, что идеальная ставка была в 8,5-9,5. Я не знаю, почему они попали в 9,5, потому что, честно говоря, я рассчитывал, что их логика будет сделать десяточку, потому что переваливать через круглые цифры у них очень плохо получается. Ну, вот видите, перевалили хоть на 0,5, но перевалили. Реальной ставкой должно быть 2,5-3,5%, плюс должны быть целевые кредиты для промышленных предприятий под ставку не выше 3-4% именно под каждую программу. Тогда это хоть как-то поможет перезапустить многие промышленные предприятия. Но ключевое еще, помимо этого, здесь нужно снижать налоги на труд. Должны быть обнулены налоги с минимальной заработной платы. Это в эту сторону пока еще даже близко, никаких телодвижений нет. Надо людям вернуть деньги, нужно вернуть людям их труд. Но шансов на происхождение, этот поход, он нулевой. Дмитрий, давайте про олигархов поговорим, и точнее про их возможное влияние или его отсутствие. Михаил Фридман, вот сейчас по информации нашего нацагентства по предотвращению коррупции, Александр Новиков им управляет, сказал, что ведет переговоры о том, чтобы переписывать или, ну скажем так, перебазировать свои активы в Украину. И более того, речь идет о получении украинского гражданства. Сам он львовянин, понятно, что для него эта тема близка. Напомню, что у него джазовый фестиваль во Львове проходил последние годы. Что с российским олигархатом? У него слово есть какое-то, или он не настолько страдает от всего, что происходит? Россия, феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантом. Могу повторить это 10 раз, еще раз говорю. Хорошо, генерал-лейтенанты, они в чем держат свои деньги? Какие у них активы? К ним можно как-то подобраться? Нет, они потому что записаны на слепые офшоры. Но вы о чем говорите? Это принципиальное непонимание, как управляется Россия. Но какие деньги, вы их не видите. Этим занимаются совершенно другие, это занимаются международные компании. Михаил Фридман сегодня условный олигарх, через 15 минут он заключен на Лефортово. Еще раз говорю, для того, чтобы хоть как-то работать с Россией, для этого надо сначала изучить ее структуру управления. Это создалось не вчера. И так называемый олигархат, финансово-промышленные группы, это люди, которые, по сути, называя своими именами, подписанты. И ровно, это реквизиция яхт, домов, это, еще раз говорю, это для плебса, извините за грубое слово. Это красиво, вот это с флажком туда зайти. Это не влияет ни на что. Вы хотите людей, чтобы перестали убивать? Или хотите, что называется, потрофить вот этому желанию кого-то пограбить? Нет, ну Дмитрий, ну смотрите, опять-таки, не совсем правильная история сопоставлять смерть людей с экономическими инструментами. Мы сейчас обсуждаем именно второе. Абсолютно правильный, противопоставлять кровь людей. Конкретно, вот каждый час гибнет 5 человек. А каким образом достучаться можно? Вот вы говорите, что и все не работает. А как работает? Если, еще раз говорю, если люди имитируют бурную деятельность по написанию 128-й санкции, то в первый вопрос должен быть задан совершенно конкретно, кто не обеспечил энергетическую безопасность Евросоюза. Почему не под... Секунду, еще раз, Алексей, а вы вернитесь. Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий, вот здесь, секундочку. Нет, но это именно она за энергетику. Хорошо, Дмитрий, вопрос. Для того, чтобы Европа не села на российский газ и нефть, они при заключении каких-то контрактов тогда должны были предусмотреть в качестве безопасности альтернативные источники на случай кризиса. Да, я здесь, здесь. Дмитрий, вопрос вам простой. Смотрите, я вижу, что у вас вызывает эта дискуссия, как минимум, головную боль. Давайте попытаемся... Нет, просто, понимаешь, мы под... Это вот круг уже четвертый. Дмитрий, отключился, санкционировали интернет. Говорят, что... Ладно, давайте попробуем, Дмитрий, перенабрать, возможно, чтобы закончить эту дискуссию. Есть конкретный вопрос, а как тогда бороться и какими инструментами? Потому что, ну, вопрос, что все плохо и все неправильно, это тоже не ответ. Ну, послушай, видишь, Дмитрий все время констатирует, констатирует, что природа российская... Коллеги, пожалуйста, перенаберите Дмитрия Потапенко, очень хочется закончить эту дискуссию на понятной ноте. А архитектура власти, вот она в России вот такая, вот она имеет многовековую традицию. Нет, смотри, смотри, Руслан, здесь все как бы, ну, намного... Ну, ты правильно, послушай, ну, ты задаешь правильно логичный вопрос, что с этим всем делать, а не констатация того, что уже и так как бы все понятно, перед этим нам нужно изучить... Дмитрий Потапенко сейчас с нами на связи, Дмитрий, можно к вам вопрос? Смотрите, только давайте вот по конструктиву, да, все плохо, все не так, все неправильно, а вот вы сейчас, например, подключаетесь к вопросу над работой, над седьмым пакетом санкций. Вот ваше конкретное предложение, первое, второе, третье. Дмитрия Потапенко, который раскритиковал все, что было сделано до этого. Посадить всех тех, кто эти санкции разрабатывал, посадить надолго и всерьез. Ну, не будет этого, ну, Дмитрий, ну, смотрите, я могу, конечно, вас в полемике поддержать. Тогда нечего иллюзий строить, еще раз говорю, вы про людей или про то, что они будут выживать? Потому что санкции разрабатываются на поле боя, раз. Ну, кого посадить? Шольца, Макрона, Макфола, ну, кого посадить, Дмитрий? Ключевое сейчас, на поле боя, что вы имеете в виду, на поле боя, даже санкции? Нет, нет, Руслан, подожди, давай не уводить полемику в разговоры, военные действия, военными действиями. У нас сейчас конкретно идет с человеком, который разбирается в экономике и финансах. Дмитрий, ну вот, действительно, мы хотим разобраться, какие действия можно сделать. Мы сейчас не обсуждаем посадку людей, которые разрабатывают этот пакет. Но первое, второе, третье, чтобы вы сделали и ввели, чтобы мгновенно... Ничего, ничего, разогнать эту шоблу и их зарплату направить на помощь беженцам. Еще раз говорю, раз вы, еще раз говорю, имитация бурной деятельности, написание этих санкций, имитация... Ну, не имитация это что? Не имитация это что? Все, ребят, не получается у нас со связью ничего? Закрытие неба. Закрытие неба? Это закрытие неба, конкретно. Небо закрытое, ядерная энергетика на марше? Нет. И передать вооружение, правильно? Самое тяжелое и дальнобойное, в том числе, правильно я понимаю? Это надо было сделать 3 месяца назад. Все, понятно. Хорошо, спасибо вам огромное. Дмитрий Потапенко был только что с нами на связи. Обязательно давайте скажем, что он является управляющим партнером фонда стратегического управления Management Development Group. Да, тяжелый разговор, потому что на самом-то деле, вот, в чем-то, Дмитрий, я понимаю, что хочется, чтобы санкции работали больше, сильнее, но как найти этот механизм? Закрытое небо.